это все дорогие знаете мы как раз очень быстро приблизились к праздникам и эти праздники вообще библейские праздники божьи праздники когда говорят о еврейские праздники начинается праздники господни называется мы один то есть это то что важно для событий жизненные событий человечества вообще глобально и еврейского народа в целом то что дает именно на направление цели и фактически указывает на обстоятельства которые нас ожидает в будущем хотя бы в преддверии роша шана мы все же говорим о самом главном о том чтобы нам услышать этот голос трубы хотя вот в среду и началось понедельник мы начинаем трубить до в шофар который приближает нас к ем кипуру да это это очень важно но в преддверии роша шана мы хотя и говорим это глава года и так далее подобное мы все равно должны услышать внутренний голос услышать этот шофар который звучит приближая к нас какому-то ответу хотя говорю так что с детства у меня дайте по досковом возрасте я часто был на собраниях я запомнил один салон который перепели из песенка возрасте песенник такое возрождение был и вот там были такие слова в час когда труба господня над землею прозвучит кто помнит эту песню три человека явно напомню еще раз и настанет вечно светлая заря имена он всех спасенных переклички повторит там по милости господне буду я и я того же мнения на небесной перекличке на небесной перекличке на небесной перекличке там по милости господней буду я и знаете когда я слышал этот псалом да вот когда ну 50 церкви думаешь что за труба что-то на какая перекличка и как дать как пионерская найти линейка и я дать это куда салют отдаешь но когда ты входишь в божий мадим имя божий праздник особенно на ем тула это тот праздник звука звука трубы ты понимаешь какая ответственность лежит на нас чтобы можно сказать и я здесь чтобы услышать получите здесь такое высказывание час когда труба господня над землею прозвучит чтобы мне можно было сказать на этой перекличке и я я хочу быть там я буду там а услышать то надо сегодня фактически я хочу сказать и поговорить вам не самом рожа шана об этом поговорим как раз и о ем труа в среду вы все приглашаетесь но сегодня поговорю о том как часто вы приглашаем бога в наши повседневные проблемы так как по сути мы зачастую просим бога ну по честно говоря фактически от этих всех проблем нас избавить еще они не успели начаться как мы говорим не дай бог а что если случится вот это вот мы говорим не дай бог а вот когда я слышу это я удивляюсь мы как люди конечно никто не хочет зла себе никто не хочет себе каких-то переживаний но мы еще эти препятствия ситуации не произошли мы говорим чур не дай бог чтобы это было только не это и вот этот момент мы говорим избав нас от рукавого вас избав нас от всяких проблем нам не хочется и переходить проходить трудности переживания настолько они сложные и безвыходы что нам не иногда вниз не по силам их пройти но вам скажу что перед тем как просить его бога избавить вас от этих проблем мой совет другой пригласите его в эти проблемы пригласите его в эти проблемы мы говорим часто не дай бог что-то случилось но когда-то случается в господи и чтобы бы скорее то все закончилось и когда я думаю об этом фактически я думаю о том что мы как верующие люди не хотим ничего что в нами про плохого произошло но кто хочет на кто хочет их вот здесь нас дилемма но псалом и говорит так испытай меня боже узнай сердце моё испытай меня и узнай помышление мои секунду при это что при это с приглашение приглашение в давид приглашает бога чтобы тот испытал его намерение его помышление и дальше из жри не на опасном ли я пути то есть я приглашаю тебя посмотри какой мой путь не опасно ли он и двумя словами суды суди меня в боже не на опасном ли я пути и роша шана ли он труа является этим праздником праздником приглашение судов божих мы когда трубим мы приглашаем эти суды если вы пойдете обратно в откровение к юанам и на будь увидите что прозвучала труба да и ангел господин пришел и излил чашу чашу судов и дьем тура или роша шана мы всем желаем счастья вам сладкого нового года так не подозревая о том что мы шо мы просим и зри на опасном ли я пути посмотри ведь чудо на самом деле не в том что ты выберешься из ситуации выберешься свои проблемы болезни или же там экономических ситуаций чудо не в том что тут оттуда в ты выберешься в чудо в том что делает бог и сделал бог в том или ином случае вы понимаете чем я говорю небольшая разница иногда люди не просят бога вообще в это вмешаться они выходят произошло чудо там бог вообще ничего не делал они поза заплатили штраф им свет не отключили но делают так как будто это чудо произошло но самом деле когда мы смотрим приглашаем бога нашу жизнь мы видим что бог делать и чудо не том что мы пройдем отсюда том что он делает там с нами надеюсь вы согласитесь со мной что намного интереснее проходить свой жизненный путь с богом который тебя позапроводит через долину смертной тени ты увидите видишь как враги твои падают когда ситуации меняются чем просто увидеть избавление которое как бы я уже написал просто ситуация которая прошла мимо кассы мимо регистрации твоем мозге просто ситуация прошла ты одесса был интересно когда ты наоборот милости господней вспоминай и что считай это тоже один из псалом то мы пели до старые времена крат и сфокусирован только на из избавление божьим тогда мы весьма будем разочарованы когда человек из фокусируется своей жизни боже избавь меня от одного другого третьего тогда мы будем очень очень разочарованы так как бог никогда не будет подчинен нашему правилу времени у никогда не будет подчинен нашим желаниям он их выполняет но на своих условиях он никогда не будет подчинен нашему скороспешному течению времени и где нам хочется решений сейчас помните песню мы хотим сегодня мы хотим сейчас да 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 мы хотим прямо сейчас а у бога этого нет нет необходимости в без бессонницы у верующего человека рожденного свыше нет необходимости бессонных ночей нет необходимости переживаний постоянной борьбе за существование тогда когда мы приглашаем бога в наши житейские ситуации потому что надеющиеся на господа что не постыдиться любящим бога он дарует сон и нам не нужно переживать и подъехать да бывает ситуация давление поднялась да там артериальная там где-то позвонки среди ночи позвучали как катастрофа какая-то тем беспокойся но на самом деле нет чувство чувство такого что это должно происходить наоборот как и пригласил бога то все остальное интересно потому что слово твое светильник ногам моим свет на пути моем не только светильник моей ноге а и свет впереди ты знаешь куда ты движешься когда мы приглашаем бога в данную ситуацию мы не только просим его из изменить события в лучшую сторону правда потому что у каждого из нас есть то лучшая сторона что мы хотим и знаете что мы каждый у нас из вас и у меня на свой взгляд на что хорошо у нас у всех разное но на самом деле в лучшую сторону мы хотим что бог изменил но мы также открываемся собственным переменам мы не только просим чтобы он изменил ситуацию когда мы приглашаем бога но мы также просим чтобы изменил нас изменил внутренность нашу мы приглашаем чтобы он поменял наши взгляды на ту или другую ситуацию бог может изменить нас с вами на любом этапе нашей жизни. Научи меня, Боже, не только пройти через эти обстоятельства, но и умножь во мне веру. Когда мы проходим обстоятельства, Бог, измени мою веру. Дай нам надеяться на Тебя. Измени мой подход ситуации к решению этих вопросов. Дай мне взрослеть в надежде на Тебя. Мы должны быть уже учителями иногда, да? Как выходить из той или другой ситуации. Мы не можем дать совет даже нашим внукам иногда. Замечали ли вы, что в Писании Бог всегда действует в неудобных обстоятельствах и в трудных ситуациях? Замечали ли, да? Когда все хорошо, что еще влазит в вашу жизнь, когда все хорошо? Но когда ситуация, наоборот, сложнее, и когда ситуация очень даже безвыходная, тогда мы замечаем, что Писание говорит, что Бог делал в этих обстоятельствах. И, возможно, если бы мы все получили освобождение от проблем и не успев этим проблемам начаться, тогда мы бы и не познали Бога как Господа и Спасителя в наших обстоятельствах. Если бы просто Бог не допускал эти обстоятельства, мы бы не узнавали Его как Бога. Понимаете мою мысль? Когда ты в беде, я с тобой. Когда реки пересекаешь, ничего с тобой не случится. Когда идешь сквозь огонь, не бойся пламени, оно не причинит вреда тебе. Потому что я твой Бог, я святой Израиля, спаситель твой, Египет я отдал, как выкуп за тебя, и Эфиопию и Савию я отдал за тебя. Исайя, 43 глава, 2-й, 3-й стих. Интересно. Бог говорит, когда ты в беде, я с тобой. Я с тобой. Когда реки пересекаешь, я с тобой. Бог не говорит, я не допущу, чтобы ты подходил к рекам, чтобы мне не пришлось тебя спасать. Буду водить по пустыням, по другим местам, реки будешь избегать и так далее. Бог наоборот говорит, когда ты будешь идти через реки, я буду с тобой. Знаете, что он говорит? Друзья, не избегайте трудностей, они всегда будут. Бог говорит, я не допущу этого, другого, третьего. Наоборот, он не сказал, что будет предотвращать пожары, давление или гонение. Он не будет говорить, что я не допущу всего этого, но везде он обещает быть с тобой со мной. Для того, чтобы его имя было прославлено. Он говорит, что я буду с тобой. И он не просто избавить, а быть с тобой. Зовите меня в несчастье. Я спасу. И вы воздадите мне. И вы скажите мне спасибо. Услышите, да? Переводы интересные, когда ты читаешь, и там зовите меня в несчастье, я избавлю, то есть я спасу, и вы скажете мне спасибо. Псалтир 49, 15. Интересный подход, да? Когда мы в преддверии Рошушана, мы должны слышать голос, мы должны быть готовы. Каждый из нас, мы знаем, что он дает на обетование, что он дал нам обетование в своем сыне в Писании. Его обетование, да и аминь, они с нами, Бог говорит, я тебя никогда не оставлю, не покину. Он нас не будет унижать, но почему-то мы хотим всегда пилюлю мгновенного решения. Мы хотим дайте мне пилюлю, чтобы все решилось прямо сейчас. Это как будто, знаете, голова болит, дайте мне анальгин, чтобы мне быстро прошла вся моя боль. Конечно, нам нужно, потому что наше тело так все ведет. Знаете, я когда смотрел некоторые места Писания, я вспомнил одно. Господь стоит у дверей, помните, эту картинку, стук у дверей. Но он же рядом, кто-нибудь стоял у своих соседей возле дверей или же возле комнаты своих детей стояли, да, там еще еще не постучали, но так, прислушивайтесь, они есть? Есть ли там кто-то, чтобы кому-то нарушить покой? Да, и фактически мы можем кричать, а он там возле двери. Слышит ли он? Мы можем вопиеть, мы можем говорить о ситуации, мы можем всетывать, мы можем обсуждать, можем говорить, но, знаете, он говорит, все стою у двери и стучу. Дальше кто? Если кто откроет и пригласит меня, другими словами, я стою у двери, я все слышу, что у тебя плохо, но я не вмешаюсь, не войду, пока ты не позовешь. Если ты позовешь, я зайду, дальше написано, что я совершу вечерю, буду вечерить с ним и он, то есть тот, кто откроет мне, будет со мной. Взаимоотношения, чувства, переживания, и Господь стоит у двери. Давид пишет в псалме, который мы знаем, где он написал свои переживания с Богом. Если я пойду долиной смертной тени, не убои зла, потому что ты со мной, твой посох и твой жезл, они что? Успокаивают меня. Интересно, кто-нибудь с посохом ходил? Успокоились? Не, он же тяжелый, иногда думаешь, лучше бросить, чем нести что-нибудь тяжелое, да? Тут компьютер весит килограмм, и уже 20 километров прошел, и уже устал. А посох, представляете, в руках? Когда жизнь, которую мы проживаем, кажется нам невыносимой, и веря в Бога, нам хочется избавиться от того, что нас тревожит, что нас угнетает, что не дает нам вздохнуть полной грудью, мы просто вопием к Богу. Избав меня выведи меня из всех моих тесных обстоятельств, моих проблем. Возможно, имея знание о Боге, нам просто нужно пригласить Его туда, где все, знаете, быстрее рвется, где самое сложное, а не просить избавления. Я, знаете, я лично, я из своего опыта понял, что мне легче пригласить Бога в мою ситуацию, пройти с Ним этот путь трудный, может быть, но он меня там чему-то научит, чем кричать, вопить и к нему разочарованы быть, потому что не выходит, как я хочу. И лучше успокоиться. Это сильный, конечно, вызов. Сильный вызов каждому из нас, как, потому что никто не хочет себе зла. Никто не хочет пройти до долины смертной тени, да, почему? Потому что мы не знаем, как долго идти. Нам хочется быстро. Зашел на 5 секунд и вышел. Кто из вас был в бане? Такой, посерьезнее, да? А потом прыгали в холодную воду, да? И там оставались? Да, сколько? Как в бане? На 10-15 минут? Нет. Сразу выскочить. Почему? Потому что ситуация такая в жизни, как мы люди. Мы хотим распариться, да, ситуация нахалилась, мы говорим, нам нужно выход, прыгнули в холодную воду, но сразу туда нужно выскочить. Быстренько. И опять-опять в бане. Нет, ну, слушайте. История трех еврейских ребят, помните, подростков, которые попали в вавилонский плен, они были евнухами, когда они не подчинились приказу царя, тот в ярости разжег печь в 7 раз сильнее, чем обычно. И я думаю, что он разжег печь в 7 раз сильнее по одной причине. Они кинули ему вызов вере. Не потому, что вот три еврея о себе что-то думали, антисемитистику этого царя был, понимаете, а потому, что они кинули ему вызов вере. они знали, что Бог их избавит. Но если бы не так, ну и нет. Бог мог избавить этих молодых юношей от огненной печи. Мог? Тот, кто море осушил, солнце остановил, да, день, тот, кто все сотворил, мог ли бы он избавить их от этой печи? Мог бы? Мог бы. Кто-то вообще бы не заметил, что они не поклалились тому истукану. Но чем сильнее испытание, тем больше чудо избавления. Чем сильнее испытание, особенно в вере, тем больше чудо избавления. Поэтому Бог не избавляет нас от всякого огня, а проводит через него. Аминь. Он не избавляет нас от всякого огня, Он нас проводит, чтобы мы в Нем остались довольны и наслаждались тем Богом, который у нас есть. Мы бы никогда не позволили бы, знаете, не смогли бы познать, будем так сказать, мы бы никогда не познали Его силу, если бы не брошены были в горнило испытаний. Мы никогда бы не пережили Бога, если бы у нас не было испытаний. Проходя с нами обстоятельства, Бог ведет нас к Его предназначению. то, что Бог видит в конечном итоге. Мы бы не познали Бога целителем, если бы не болели. Или не так? Если вы никогда не болели, вы бы не знали, что Бог целитель. Вы, может быть, слышали об этом, но никогда не пережили бы. Мы бы не знали Бога спасителя, если бы не тонули когда-нибудь. Спасатель. Бог спасатель, спаситель. Мы бы не познали Бога, который сражается за нас, если бы у нас не было врагов. Другими словами, невозможно узнать Бога без обстоятельств, которые мы попадаем. И эти обстоятельства бывают настолько сложны, что нам нужен тот спаситель, тот искупитель, нам нужен и целитель, если бы мы попадаем именно в те обстоятельства. обстоятельства. я скажу вам простые слова. Перестаньте сетовать на обстоятельства, молитесь, чтобы Бог вам дал силы устоять. Остаться верным, радоваться в нем. И возможно сатан усилит давление в семь раз сильнее. Возможно в этих обстоятельствах будут ситуации, где вы стоите в вере и сатан сделает обстоятельства еще хуже, чем вы себе представляли. печь в семь раз сильнее. Знаете, один секрет вам скажу. Он этого не сделал бы, если бы в тайне. Сатан не может ничего сделать в тайне, чтобы Богу этого не было известно. Только это мысль. Если в семь раз сильнее давление, значит ты способен выдержать, остаться сильным, потому что Бог знает. Никто и ничто не может делать тебе зла или добра в тайне от Бога, чтобы он не знал. Ведь он всемогущий, всезнающий, везде присутствующий. Запомните, дорогие друзья, ничего нет тайного, чтобы не было бы это известно на Богу. Сатан не может сделать тебе плохого, не поставив его безвестность. Помните Иова? Все очень просто. В Писании все очень просто. мы себя так сильно любим, что делаем его кошмар. Весь мир уже должен разрушиться, потому что вы так себя любите, и я тоже, что нам нужно пилюлю спасения прямо сейчас. Поэтому приглашайте Бога не разобраться с вашими врагами, но приглашайте Его в вашу жизнь, чтобы Он был с вами. И дальше местописание очень простое. Если с нами Бог, кто может быть против нас? Не приглашайте Бога разобраться с вашими врагами. Еще больше скажу. Бог вообще-то знает и ваши переживания, и то, что делают ваши враги. Он четко знает, что происходит там и здесь. Вместо ропота по жизни и постоянного нытья, как несправедливо жизнь. Осознайте одну простую вещь. Истина, которая вам сделает вас свободны. Вам нужен Бог. Мне нужен Бог. Каждый день, каждую минуту, каждое дыхание, каждое мгновение, не до манипуляции им, а до того, чтобы знать, что Он с нами во всех обстоятельствах до конца века. Это очень хорошо. Это добрая весть. Он с тобой всегда. Его целью не стоит тебя унизить в этих обстоятельствах или держать смирение через трудности, но показать миру свою славу, его славу и его силу. Помните, Иешуа спрашивали, кто согрешил? Родители? Чего он таком униженит с детства? А Иешуа говорит, для того, чтобы что? На нем было явлено слава Богу. Не унижение, а слава. Помните, что говорили подростки царю? Я читаю немножко другой перевод, и он очень интересный. Есть у нас Бог, Которого мы служим. Он силен избавит нас от раскаленным огнем печи, и от твоей руки, царь, он избавит. Как бы ты не хотел. Знаете, что так говорит? Утверждение веры в того Бога, которого они знают, несмотря что они находятся в изгнании и в плену на на работе у злого человека. Но они говорят, есть у нас Бог, Которого мы служим. Но дальше самое интересное идет в том, что они говорят, но даже если Бог и не спасет нас, мы хотим, мы хотим, чтобы ты знал, царь, что мы отказываемся служить твоим богам, мы не станем поклоняться золотому идолу, которого ты воздвиг. Даниила 3 глава 18 стих. Он говорит, если даже не произойдет этого ничего, не избавление и так далее от твоей руки либо от печи, мы хотим, чтобы ты сейчас услышал, раз и навсегда, твоим богам служить не будем. Дорогие, молодежь, дорогая, я вас прошу, чтобы вы услышали, это кто для вас есть бог Израиля и есть другие боги в этом мире, которым люди поклоняются. Как это применимо сейчас? Как это возможно применить в этот момент? Мы понимаем, когда нас захватят какие-то иноверцы, мы четко будем знать, кому мы верим и другим богам не поклонимся или каким-то еще обстоятельствам. Тогда легко, когда это случается. А я вам покажу не другую вещь. Как применимо это? Просто в каждой из вашей жизни, моей тоже. Если в то, что я верю и надеюсь не произойдет, я все равно буду прославлять Бога. Петь Ему, славить Его, потому что я знаю, Спаситель мой жив. Если не изменится обстоятельство, я все равно буду благовествовать и помогать бедным. Для того, чтобы помогать бедным, мне нужно быть богатым. Друзья, помогать бедным нужно от сердца, которое служит им и показать им Мессию, который служит. Если я не увижу чудо исцеления для себя, я буду молиться за больных. если не найду лучшей работы, я все равно буду даятелем, щедрым даятелем. Вы понимаете, о чем говорю? Даже я знаю, в кого я верю, я надеюсь на него, я приглашаю его в свою жизнь, но если даже ничего не изменится, я не собираюсь поклоняться другим богам, потому что тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. Вот что говорит вера в Бога отцов наших. Я не поклонюсь другим богам. Но замечали ли вы, друзья, за собой, замечали, когда приходят трудности, иногда нам или у людей других, у них есть всегда какой-то глупый, но какие-то глупые оправдания. Мы ставим Богу иногда условия. мы ставим Господь, я стану лучшим, но тот, кто возле меня, вот этот лодорь, этот гад, этот биться или там еще какой-то, вот он мешает мне быть лучшим человеком. Избавишь меня от него, я буду лучшим или лучшей. условия. Я стану даятелем, Боже, я так всегда хотел быть меценатом, давать денег всем, поэтому когда ты дашь мне хороший контракт, я стану даятелем. Мне нравится служить людям, но есть те, кто мешает мне это делать. Всегда найдется кто, кто тебе будет мешать. Молитва мое призвание. Боже, я так люблю молиться, но не с этими людьми. Я просто не могу терпеть, как она молится, кричит, а этот, вообще, его постоянно вопросы. Я люблю Боже тебя, ты знаешь, как я люблю молиться, но эти люди, мне чуть-чуть надо больше счастья в жизни, и я стану улыбаться. Боже, чуть-чуть больше счастья. Мы ставим Богу условия, что мы изменимся, когда что-то изменится. Все эти отговорки не стоят того, чтобы проходить, брошенный нам вызов с Богом проходить. И Яков боролся с Богом не против Него, а вместе с Ним. Он пригласил его в свою жизнь, так как эти ситуации, которые мы проходим, вместе с Ним, они являются благословением и его благоволение. Помните историю с Маше, когда Израиль у горы Хариф, услышав страшный приговор, когда Бог говорит, я с вами больше не пойду. Помните, да, эту ситуацию? Вы вероломны, вы просто ужасный народ. вот если я пойду с вами, я просто четко, я знаю, что я всех уничтожу. Они остановились и не знали, что делать. Маше каждый раз ходил в Скинию, да, откровение, и весь народ стоял, смотрел, что дальше будет. Надеюсь, а он ходил, там была встреча, мне нравится, что там происходило, там была встреча, лицом к лицу, где начинал Маше говорить Богом, ну, невозможно так, не нужно так делать, нам нужно, чтобы ты пошел с нами, он как будто торговался, умолял Господа остаться вместе с Израилем и присутствовать с ним. Он торговался с Богом, а народ боялся. Услышали страшный приговор, дальше с вами не иду. Но знаете, что мне понравилось дальше, исход 33 глава 17 стих. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. И дальше, и я знаю тебя по имени. Мы подходим к Рошушана или к Йонкипуру. Мы надеемся, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни, да? Мы надеемся, и вот здесь, мне так нравится это, он знает Моше по имени и знает каждого из нас по имени, что дает нам надежду, что мы Его. И это благоволение, мы открыты перед Богом тогда, когда мы приглашаем Его идти с нами. Моше говорит, нам не стоит дальше жить, если ты не пойдешь с нами, не стоит. Если тебя не будет с нами, не стоит дальше жить. Сегодня говорю о том, что мы делаем, когда приходят обстоятельства в нашей жизни. избавляемся и кричим Божий избавь, или же нам стоит пригласить Его в наши обстоятельства. И знаете, там местописание очень интересное есть, ты начертал имя мое, да? Я начертал имя Твое на дланях моих, что конкретно говорит нам о том, что Иешуа сделал на Голговском кресте, и Он не только умер, но и воскрес для нашего оправдания, чтобы потом да, показать Фоме и говорит потрогай, вот оно. Он приглашает нас, чтобы мы с Ним совершили эту трапезу. Хотя, знаете, мы говорим лошана то вам и на тукам. Мы желаем всем дальним, близким, знакомым или нет хорошего, хорошего Нового Года, сладкого Нового Года, успехов. Какая разница? Хотя, мы не знаем, что произойдет в следующем году. Если мы пригласили Его в нашу жизнь, нам будет все равно, потому что мы знаем, что пройти этот жизненный путь можно только с Ним. Поэтому я хочу сказать, трубите в трубы, приглашайте Бога ваши обстоятельства, ваши семьи, ваш город. Это звук сражения, и без Бога нам не одолеть врагов. С Ним все возможно. Какие бы они, эти враги, ни были. Внутренние, доморощенные, из внешнего управления, или какие еще другие, какие бы враги ни были, Бог говорит, трубите в этот праздник, приглашайте меня в ваши суды, приглашайте мне с с вами идти этот путь. Этот год усилен молитвы. Я верю, что это для нас такой вызов, для того, чтобы наши отношения с Богом были на другом уровне, чтобы произошла кадима, чтобы произошел подъем к Богу, чтобы подняться и сказать вместе со всем народом, до этого дня помог мне Господь, что с Ним я пройду все мои проблемы. Это вызов нашей лени, это вызов и челлендж наших отношений с Ним. 365 дней, всего лишь 365 дней. Киньте себе вызов, друзья, усиленной молитвы, отношения с Ним. И возможно, знаете, мне хочется вас пригласить уже в путь, уже в понедельник можно начать. 10 дней поста и молитвы, 10 дней отношений, 10 дней покаяния, 10 дней из поиска Бога, но на этом же не останавливается, на емке пуре все не останавливается. Это должно быть жизненным кредом всегда. Всегда быть готовым дать отчет за свое упование. Начать с Роша Шана можно, но дойти обратно до Роша Шана на следующий год намного сложнее. И я закончу свое послание с 138 псалма, там несколько 10 стихов. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Кто из нас может так сказать? Ты испытал меня и знаешь, что я верный. не все могут себе так сказать. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, Ты знаешь, помышления мои издали, еще не было помышлений, а Ты уже все знаешь. Иду ли я, отдыхаю ли, то есть шаббат, да? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. еще нет слов на языке моем, Ты Господи уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объявишь меня и полагаешь на мне руку твою. Я так хочу, чтобы почувствовать его руку. Дивно для меня видение твое. То есть высоко, не могу постигнуть его. Пути его вообще, как бы, как познать, куда тебя Бог ведет. Но если Он ведет, ты, может быть, уверен, что Он точно приведет в праведность, потому что перед Ним никакой грех не может устоять и в Царство Своё не вводит грешников, а праведников, которых искуплены верю в Ишуа Мессии. Куда пойти от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там? Упс. Зайду ли в преисподнюю? Но мне туда не надо. Но если даже получится, да, и там ты возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря Черного, и там рука Твоя поведет меня. Если даже буду ходить по берегу Черного моря, все равно тебя найду. И там рука поведет меня, удержит меня десница Твоя. Приглашение на Рошушана. Это вызов не останавливается на искупление. Это вызов нашей жизни, доколе в нас есть дыхание. Призывайте его, доколе еще возможно. Ищите. давайте же и дальше без поколебаний держаться за признанную нами надежду, поскольку давший обещание заслуживает доверия. Друзья, Он дал обещание быть с тобой рядом, но никогда не будет вероломным, насильным. Всегда Он ждет приглашения от нас, если мы хотим идти вместе с Ним. И Он заслуживает доверия, особенно наем труа, когда мы трубим, приглашаем суды Божьи в этот мир, когда испытываемся. когда нам сложно, тяжело, Он говорит, что я с тобою. В современном иудаизме есть такая концепция Роша Шана и Йом Кипуру, что наши хорошие и плохие поступки взвешиваются, чтобы определить, достаточно ли мы хороши, чтобы быть записаны в книгу жизни. Абрид Хадаша Новый Завет, и я уверен в этом сто процентов, что мне не нужно думать взвешенные мои хорошие дела, или чуть-чуть не дотянули эти хорошие дела на праведность. Я знаю, что Иешуа сказал. Не радуйтесь тому, что бесов повинуются вам и люди исцеляются, но радуйтесь тому, что ваши имена уже записаны в книгу жизни. Возможно ли потерять спасение? Я буду говорить вам от своего сердца. Возможно, но не стоит. Не стоит рисковать таким спасением. Нужно держаться. Трубы говорят о жертве за искупление, которое исполнил Иешуа. Они провозглашают проповедь Евангелия и победу над смертью. Они привлекают внимание и приглашают Бога в ваш путь. Так что ищите Господа, пока Его можно найти. Призывайте Его, пока Он близок. Пусть нечестивый оставит свой путь и злой человек свои помыслы. Пусть обратится к Господу и Он Его помилует и к нашему Богу, потому что Он щедр на прощение. Исайя 55, 6, 7. Это призыв. Призыв примириться с Богом. Призыв каждому каждому вас сказать Боже, реальность такова, что мы все люди принадлежим Тебе. Хорошие и плохие, верующие и нет. Однажды человеку умереть, а потом брать, потом будет трубить труба, и мертвые что воскреснут. Придет этот трубный зов, как я уже с самого начала сказал, это псалом, да, чтобы мы понимали, что будет происходить. Ой, хорошо, что это не свиток торы, нужно быть, искать. в час, когда труба Господня над землей прозвучит и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенной переклички повторит. Там по милости Господней буду я. А чтобы быть уверенным, нужно верить, что Ишуа истинный Машех Израиля, спаситель мира, обещанный Богом для человечества, Он спаситель твой, искупитель, Он хочет быть с тобой рядом, но для этого Ему нужно пригласить. Исраэль Адонай Eloэйду Адонай Эйхан 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 Продолжение следует...